Тенеу-Йорк Тимес, США, православные расколы и духовные границы политики Никой Сконстандарас Тенеу-Йорк Тимес, США 20 октября 2018 года Попытки России удержать Украину под своим контролем спровоцировали в 2014 году революцию и войну, которая унесла более 10 тысяч жизней В понедельник это же стало и причиной того, что может оказаться одним из самых серьезных расколов в христианском мире со времен Великой Схизмы Расколы между Римом и Константинополем в 1054 году, и протестантской реформации, произошедшей 500 лет назад Этот новый кризис имеет глубокие исторические корни, и в предстоящие годы он может оказать влияние на религиозные и светские связи между многими странами А произошло вот что На этой неделе Русская Православная Церковь объявила о разрыве связи с Вселенским Патриархатом Константинополя Который главенствует в православии и который решил предоставить независимость Украинской Православной Церкви Это решение напрямую связано с анниксией Москвы и Крым и ее поддержкой сепаратистов на востоке Украины Хотя украинцы уже давно недовольны тем, что их церковь остается в подчинении России с 1686 года В этом году президент, парламент и представители духовенства Украины обратились к главе Константинопольского Патриархата Варфоломею с просьбой предоставить их церкви независимость, или автокефалию, как ее называют в церкви Эти события будут иметь серьезные последствия для Украины Ее преимущественно православное население разделено между тремя основными церквями Новая независимая Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата приобретет влияние и, скорее всего, будет стремиться забрать храмы и другое церковное имущество церкви, находящейся под юрисдикцией Москвы Которая до сих пор была крупнейшей на Украине и единственной признанной другими церквями Потрясения могут коснуться и Православной Церкви Греции, поскольку ряд греческих священнослужителей могут поддержать Москву и выступить против Варфоломея Притязания России на руководство православными христианами вызывали интерес у многих с тех пор, как в 1453 году Константинополь был захвачен турками-османами, и патриархи стали подчиняться мусульманским султанам Кроме того, диалог Вселенского Патриархата с другими конфессиями, в том числе с Римско-католической церковью, крайне непопулярен среди православных священников и монахов, занимающих непримиримую позицию Многие монахи в автономном монашеском государстве Святой Горы, Афона, расположенного в Северной Греции и считающегося жемчужиной в короне Вселенского Патриархата, симпатизируют России Президент Владимир Путин подчеркивает интерес своей страны к Афону и дважды его посетил Насельниками одного из 20 афонских монастырей, монастыря Святого Пантелеймона, являются около 60 украинских и русских монахов, а настоятелем – русский архимандрит На разрыв связи между Москвой и Константинополем Афон пока не отреагировал, но для многих монахов необходимость сделать выбор и принять чью-то сторону станет серьезной проблемой Представитель РПЦ заявил, что российские паломники, отправляющиеся на Афон, не смогут там причащаться Между Грецией и Россией, которые традиционно являются друзьями, уже возникла политическая конфронтация В июле Афины выслали из страны российских дипломатов за попытку повлиять на общественное мнение с целью противодействия соглашению с бывшей Югославской Республикой Македонией В соответствии с которым эта небольшая страна, находящаяся по соседству с Грецией, будет переименована в Северную Македонию Македонская Православная Церковь, отделившаяся от Сербской Православной Церкви в 1967 году и не состоящая в каноническом общении ни с одной церковью Обратилась к Константинополю с просьбой предоставить ей автокефальный статус как ахридской архиепископии Решение вопроса, возможно, будет зависеть от того, будет ли ратифицировано соглашение между Грецией и Македонией о названии стран обеими странами Это, в свою очередь, может еще больше осложнить ситуацию с Россией и другими церквями, выступающими против автокефалия хрида Как и в большинстве случаев в истории христианства, когда происходил раскол, этот раскол обусловлен не только догмой, но и реальной политикой и национальными интересами Канонические вопросы могут определять политическое поведение, в то время как политика часто диктует развитие событий вокруг церкви Вселенский Патриархат отстаивает свое многовековое право предоставлять церквям автокефалию и решать вопросы церковного права Константинополь был основан императором Константином в 330 году и, как Новый Рим, по старшинству занял место сразу после Рима После раскола в 1054 году Константинополь стал главной церковью на Востоке Именно эти права верховенства Вселенский Патриархат намерен защищать Несмотря на довольно непростые обстоятельства, сложившиеся после захвата Константинополя турками-османами И сокращение количества собственных приходов и численности прихожан в Турции Россия хочет проецировать свое лидерство в православном мире в качестве Третьего Рима, роль которого она взяла на себя после обретения независимости русской церкви от Константинопольского Патриархата в 1448 году, когда российские власти не согласились с попытками объединить восточные и западные христианские церкви После 1453 года многие православные, в том числе и греки, обратились к России за спасением от турок Но сегодня, после многовекового господства России, Украина формирует национальную идентичность, укрепляя связи с Евросоюзом и США Президент Украины Петр Порошенко приветствовал объявление Вселенского Патриархата о принятом решении 11 октября, сделав провокационное заявление Это падение Третьего Рима как самой древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство, заявил он Автокефалия – это часть нашей государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и будем проводить в дальнейшем 12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение Вселенского Патриархата является провокацией, поддерживаемой Соединенными Штатами В тот же день Владимир Путин обсудил этот вопрос на заседании Российского Совета Безопасности Патриарх Кирилл, глава РПЦ, является близким союзником Путина и на протяжении многих лет занимает жесткую позицию в отношении Украины В понедельник Священный Синод, руководящий орган РПЦ, принял решение разорвать отношения с Константинополем Глава внешнеполитического ведомства РПЦ и митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что Москва не будет выполнять решения, принятые Вселенским Патриархатом в отношении Украинской Церкви Все эти решения являются беззаконными и канонически ничтожными Русская Православная Церковь не принимает этих решений, не будет им следовать Он призвал Вселенский Патриархат изменить свое решение Однако это маловероятно, поскольку Варфоломий уже давно видит, как Русская Церковь пытается подорвать его авторитет Патриарх Кирилл не присутствовал на Святом и Великом Соборе, который Варфоломий проводил на Крите в 2016 году Проведение этого собора с участием предстоятелей и представителей всех православных церквей планировалось на протяжении 55 лет, и его целью было укрепление единства От участия в Соборе отказались Патриархи Болгарии, Грузии и Антиохии Турция, которая в последнее время поддерживает хорошие связи России и с Украиной, пока остается в стороне Что касается США, то они подчеркнули свою поддержку и Украине, и Варфоломею Соединенные Штаты уважают способность украинских православных лидеров и верующих добиваться автокефалии в соответствии со своими убеждениями, заявила в сентябре официальный представитель Госдепартамента США Хизерна Уэрт Мы уважаем Вселенского Патриарха как голос религиозной терпимости и межконфессионального диалога В Варфоломею необходима поддержка Он считается духовным лидером православных христиан мира и первым среди равных 14 глав православных церквей Под непосредственной юрисдикцией Константинополя также находится греческая православная архиепископия Америки Потеря русской церкви и тех церквей, которые, возможно, последуют ее примеру, станет серьезным ударом по Вселенскому Патриархату В истории церкви был 1721 год, не так уж и давно, когда Петр Великий упразднил российское патриаршество и вместо него назначил Святейший Синод Не так давно было и 1918 год, когда начались гонения на русских, украинцев и других христиан, продолжавшиеся не один десяток лет В Константинопольском Патриархате, центр которого находится в Старом и Ветхом районе Стамбула, понимают, что надо поступать как должно и в свое время За свою почти 2000-летнюю историю Константинопольская церковь пережила взлеты и падения нескольких империй, но по-прежнему существует, главным образом, потому, что она отстаивает свою историческую роль и ответственность, несмотря на временные потери Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Константинопольская церковь